Приветствуем всех болельщиков спорта и фигурного катания. Прошло уже немало времени с момента несправедливого приговора талантливой фигуристки Камиле Валиевой. Было сказано много слов поддержки, высказаны различные теории, но главные вопросы так и остались покрытые тайнами. Вот и почетный президент Олимпийского комитета России выдвинул свои предположения об этом туманном деле. А бывший коллега Этери Тутберидзе призвал проверить окружение фигуристки на детекторе лжи. Также не остались в стороне хоккеисты, но обо всем по порядку. Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался о загадках в деле Камилы Валиевой. Очень много загадок в этой истории. Начиная с того, что Камила безусловно была сильнейшей спортсменкой на тот момент. С Аней Щербаковой они были на голову выше всех соперниц. С этой точки зрения история с допингом непонятна. Вторая загадка в этом деле, что проба была взята задолго до Олимпиады. Если тогда было известно, что положительная проба, почему ее допустили до соревнований? Конечно вердикт суда максимально жесткий. Он тоже вызывает большое удивление, сказал почетный президент Олимпийского комитета России, не остался в стороне и высказался о дисквалификации Камилы Валиевой Владислав Третьяк. Мы очень близки с фигурным катанием. Конечно приговор жестокий. Четыре года не участвовать сильнейшей фигуристке мира. Непонятно, зачем лучшей спортсменке что-либо принимать, она и так была сильнейшей. Очень обидно. Сейчас ее надо только поддержать. Мы хоккеисты поддерживаем ее и приглашаем на мероприятие. Хотим, чтобы девчонка верила, что справедливость восторжествует и она вновь выйдет и будет радовать болельщиков своим катанием. И наконец о главном. Экс-хореограф группы Тутберидзе призвал к проверкам на детекторе лжи в деле Валиевой. Ранее сама Тутберидзе говорила, что хотела бы проверить участников допингового дела Камилы Валиевой на полиграфе. Всех на детектор лжи. А особенно окружение спортсменки, написал хореограф Алексей Железняков. Копайте внутри, добавил он в комментариях, доступ к которым сейчас ограничен. Дорогие друзья, как вы думаете стоит ли проверять окружение Камилы Валиевой на детекторе лжи, поделитесь мнением в комментариях.